Нервы у соседей уже на пределе и порой такие разговоры заканчиваются драками. Люди говорят, это одержимая пенсионерка, назовем ее Нина Ивановна, помогает дворникам мести дорожки и тут же не может совладать синдромом Плюшкина. Это она собрала кучу мусора возле гаража, потому что сам гараж уже не входит. Коллекционерка Хлама говорит, все же не для себя, ради других старается. Зачем вы это все собираете? Дачником. А дачники просят у вас? Да, вот попросят, вот баночки, вот сегодня, завтра я приду. Вот, пожалуйста, я завтра я уже приготовила. А коляску я завтра сдам на металлолом. А кукла? Кукла так попалась, потому что Наташа говорит, у меня детей нету, я говорю, возьми этого, он заводится и поводишься. Вот только соседи такой щедрости не рады. Сначала запасливая пенсионерка завалила мусором квартиру от пола до потолка, поэтому там и не живет, а теперь принялась за двор. Но одержимая соседка все твердит, люди завистливые кругом. 20 лет собирает мусор и все складывает в квартиру. Неправда, она 20 лет не открывалась? Нет, лет 10 назад или 8, ЖКО приводили туда две машины или три, сгрузили с одной кухни только, очищали, вывезли. Да, документы, но хрусталь, ковры, шубы, что же надо было. И делили между собой, как мародеры. Вывезли все, что у нас сложилось. Вам это нравится? Нет, я знаю. А вот эти тоже сидели из этой кучи, выбирали, сколько им надо. Вы приходите, берете? Да я даже близко не подошла бы, вы смеете. По-соседски не получается? Нет, по-соседски никак. Кто-то воюет с ней, кто-то. Я стараюсь обходить стороной, потому что кроме скандала, крика, шума, оскорблений, ничего нельзя получить. О затянувшейся соседской войне знают и в полиции. Но говорят, таким людям, наоборот, спасибо, сказать надо. Мол, Нина Ивановна не только во дворе прибирает, но и всегда в курсе всех событий. По нашей линии она никаких противоправных действий не совершает, ни административных, ни уголовных правонарушений не совершает. Для нас золотой человек, ходячая информация. Никого, ничего не найдешь. Конечно, ну можно, да, думаю, завербовать. Знакомые с зажиточной пенсионеркой в администрации района, говорят, пытались через суд признать ее недееспособной, но суд отказал. Затем хотели расторгнуть женщиной договор социального найма, но и тут отказали. За жилплощадь она платит, да к тому же это единственное место жительства и по закону отобрать его нельзя. Квартиру периодически проверяет Пожнадзор и Роспотребнадзор, а в администрации пытаются разобраться с гаражами. Сейчас проводим работу, связанную с установлением, с определением законности установленных там металлических гаражей, которые тоже являются одной из зон притяжения для действий данной женщины. Соответственно, если все-таки будет установлено, что там есть владельцы, то это однозначно они должны сами все там убирать и держать, содержать в порядке собственные объекты. Но, как показывает практика, зачастую такие гаражи стоят на территории двора незаконно, и их нужно сносить. Поэтому соседям нужно быть настойчивей и не пускать ситуацию на самотек. А еще юристы советуют написать коллективное письмо в управляющую организацию. Тогда коммунальщики смогут вскрыть квартиру и очистить помещение. Надоели соседи? Надоели. Представляете, это не то слово. Если бы не они, у меня была бы и семья, и дети. Дарья Тарасенко, Станислав Салтыков. Новости ТВК.